Ум, подожди, давай шлейку наденем, ты хорошая киса, хорошая. Вот ты, Юлечка. Ум, подожди, стой, 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 подожди, стоп. Оп, шлейка одета. Вот и хорошо, молодец, хорошая девочка. Ум, а послушная киса какая. Ну что, пойдем познавать мир в шлейке? Непривычно, да, ум. Я, если честно, не думала, что это будет так легко. А, кстати, обратите внимание, вы говорили про штыри, они загнуты. Все загнуты. У Мартина самые длинные, потому что он лапу сует. Так, шлейку я еще, может, подрегулирую. Посмотрю, что с ней еще можно сделать полезного, чтобы ей было удобнее. Посмотрю, может, там какие-то параметры можно изменить и будет поудобнее. И пока, вроде, просто я непривычно, что что-то между ног. Просто со шлейкой удобнее именно ее там затаскивать домой после этого, потому что она любит гулять. И не особо потом хочет идти в вольер. Ну, вообще, для первого раза. Понятно. Да, в общем, я еще помухлюсь с этой шлейкой как-нибудь, поколдую, и, может, ей будет поудобнее. Ну, пока она дает на себя ее одевать, это уже хорошо. Значит, дальше можно уже подбирать, как ей будет удобнее. Да, Умочка? Пойдем гулять. Трах, хочешь повыдирать это святое? Ну, даже соль не ешь, выдираешь только. Да, да, да. Хорошая кошка. Хорошая киса какая. Я теперь поняла, обо что там Ханна обтиралась. Она обтиралась действительно просто о влажную землю, как сейчас Умка. Просто вот после дождика... Ну, сейчас запуталась уже в палатке. Ну, лапусь потом ее распутаю. Она просто обтиралась именно об вот мокрую землю, где земля с песком. Точнее, песок с глиной. У меня обтирается об этом. Ей, конечно, сильно непривычно шлейки. Она даже вернулась домой, не хочет уходить, но... Ходит как робот, но я думаю, она привыкнет. Потому что мне кажется, шлейки будут и мне удобнее, и ей меня с травмой. Опасно не за шею ее тягать, а именно если сфута отдернуть, то на шлейки. Да. Нет, ну не пойдем домой, пойдем погуляем. Пойдем по участку погуляем. Да? Нет? Ну ладно, поешь травку здесь. Вот Мартюк тут постоянно вот эта штука у него открыта, и он может с девочками общаться. Потому что для девочек достаточно одной перегонки, у них вольер как перегонка. Можно, если убраться там надо или что, просто перегнать в другой вольер. Мартин здесь может с ними общаться, видеться. Это как переговорная у них здесь. Чего, моя хорошая? Пойдем. Чего ругаемся-то, а? Чего ругаемся? Не в настроении сегодня? Не в настроении? Не в настроении, да? Кошка не в настроении. Перегрызать не надо. Или тебе так шлейка не нравится? Что тебе не нравится? Пойдем погуляем. Кошка. Давай чуть-чуть шлейки погуляем, потом вообще без поводка, без всего тебя пущу побегать по гулкам. Пойдем? Давай так договоримся. И тебе хорошо, и мне хорошо. Пойдем. Молодец. Да, 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 поворчи, поворчи, конечно. Как старая бабка ворчишь. Умочка сегодня как баба Ума. Она все время ворчит. Как старая бабка. Да? Ну, ворчим сегодня. Маш, мне нравится, конечно, ей шлейка. Ну, ходит и ворчит, ходит и ворчит. Никак не можем из прогулки уйти. Мы то ложимся, то поесть, то это, то порычать, то поворчать. Ну, возможно, ей просто не нравится шлейка. Я, говорю, еще с ней поколдую, с этой шлейкой. Что-нибудь поменяем, может, и будет удобнее. Но я думаю, просто это, она выпендривается чуть-чуть. Это вот, что говорит о уникальности характера. Просто вот повезло очень с Умой. Реально очень повезло. То есть она вот позволяет на себя даже шлейки одевать. Причем это последний раз сделали, наверное, в детстве. То есть у нас она никогда на шлейки не ходила. Но при этом она совершенно спокойно дает мне одеть на себя шлейку. Дает одеть на себя ошейник. Хана даже ошейник не дает одевать. Ему нужно какие-то фокусы придумывать, чтобы она не заметила этого. А Умой просто заходишь в вольер, она видит, что я иду с поводком. Значит, пойдем гулять. Она поворачивается спиной и одевай, что надо. Даже шлейку разрешила одеть. Не знаю, правда, разрешит она во второй раз мне одеть шлейку. Раз поняла, что это такое. Ну, посмотрим. Да ну, хватит ты на него ворчать. Теперь она его троллит. Ну, пойдем уж по участку погуляем, а? То как-то мы с тобой странно гуляем, то вышла и легла. Ну, да. Радость моя. Пойдем. А потом я... Да не ворчит на него, господи. Где он там? Она сегодня чуть-чуть разговаривает. Вон, видите, да. Ну, что такое? Шлейка не нравится, да? Или да? Да. Ну, прости. Пошла Леви раздавать всем. Мумочка. Масик. Прямо совсем ребенок не в настроении. Ой, на всех поругаться надо. Да я поняла, ты думаешь. Да, все. Или тебе просто жарко гулять? У нас сегодня солнышко. Ханит, что такое? А? Чего? Ты уму зовешь? Мартюха сверху наблюдает. Тут вкуснее травка, да? Около забора. Подлиннее надо общипать. Ты же моя козочка. Усатая. На самом деле гуляние не всегда проходит весело. Как вы видите, вы видите только отрывки. Вот часто расходит именно вот так. То есть ты выходишь, и вот мы уже, наверное, минут 40 не можем выйти с прогулочной зоны. Просто вот, ну, кошка уперлась, и насильно я ее вытаскивать не хочу. Но это неправильно, я только отделала на нее шлейку. Либо ей не нравится шлейка. Мало забавного, то есть просто вот это у кошки упорство. Но у меня тоже упорство. Посмотрим, у кого терпения больше. Иногда мне кажется, что у них. Ну, будем ждать, пока она встанет и все-таки куда-то пойдет. Потому что если я начну делать что-то насильно, прям сильно против ее воли она будет возмущаться, она к шлейке так никогда не привыкнет. Потому что она будет у вас сырваться, у нее с какими-то плохими воспоминаниями, что ее там дергали, что-то делали. Поэтому иногда вот просто стоим на месте, разговариваю с ней, глажу периодически, пытаюсь уговорить куда-то пойти, но... Стоим. Саума. Может быть, из-за того, что сейчас действительно тепло, и она выходить на солнышко не хочет. Но, скорее всего, это просто ее упрямство по поводу шлейки. А еще, за время, пока мы сидим, может произойти такое чудо, как разрядка аккумулятора Ума. Да, и мы никому теперь не покажем, как ты будешь гулять на шлейке. Потому что аккумулятор садится. Вот. Но ничего, в следующий раз покажем, зачем, да? Если вообще мы сегодня куда-то выйдем. Морда. Ну, красивая же кошка, ну вот что проделать? Чуть-чуть выпендривается кошка. Чуть-чуть лапку тянет. Ну, давай, тяни лапку. Оп. Та-та и умничка моя. Мука в очередной раз завела меня в вольер. Видимо, придется снять шлейку. Все-таки не в настроении. А на сегодня гулять. Но я попробую сегодня еще, просто чуть попозже. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на все наши каналы. И ставьте, пожалуйста, лайки. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!